Все желающие смогут попасть во время новогодних праздников в резиденцию Деда Мороза в лесопарке и покататься там с деревянных горок. Список мест и арт-объектов увеличился. Все уже знают, что увидеть грибы с глазами можно в городском парке, а в Верхнем или Наташкином – воздушный шар. Данная композиция посвящена тому, что в 1731 году Подьячий Крикутной совершил первый в истории полет на воздушном шаре. Рязанцы предложили свои идеи, что они хотели бы видеть в новогодней столице. Но однозначно надо немного поработать над архитектурой, то есть может ее как-то перекрасить что-то или подкрасить. Я хочу, чтобы город преобразился, чтобы было много гирлянд, чтобы как в туре появились новые арт-объекты, чтобы все, что было запланировано отремонтировать, как ряды, государственный банк, чтобы все это отремонтировалось. Ну, побольше, наверное, украшений, чтобы ледяные скульптуры нам, как в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге были установлены. И побольше зимних развлечений, наверное, для жителей города. Среди идей есть и такая – построить резиденцию Деда Мороза на месте сгоревшего дома в центре города на право Лыбецкой улицы номер 36. Туристический объект предлагается сделать из сгоревших бревен. Еще одну резиденцию Деда Мороза или других новогодних персонажей горожане предложили сделать в Солочи. У нас вообще очень многие ездят в Солочи, это Рязанская область, и, наверное, там было бы умно сделать как раз-таки резиденцию Деда Мороза, потому что дети очень любят там кататься на горках, и со своими родителями было бы интересно посетить такие места. Практически все рязанцы и гости города во время опроса говорили о том, что хотят видеть Рязань более яркой. Освещение и гирлянда должны помочь украсить новогоднюю столицу. Освещение побольше, может быть. Побольше новогодних елок. Как приезжий из Санкт-Петербурга, я считаю, что очень сильно украшает город освещение на улицах, когда раскладывают гирлянды между проезжей частью, и это очень сильно поднимает дух у человека, душу по городу. Есть ощущение праздника. Я хочу видеть больше туристов к Новому году. Мы, смотрите, в Туле, например, сделали целую улицу музеев. Может быть, у нас Министерство культуры и туризма вот что-нибудь те такое заделает. Множество музеев, которые находятся за городом. Например, музей Куликовской битвы. И вот его представительство на этой улице. Ясная поляна, да, это музей Толстого. Также его небольшое представительство на этой улице, чтобы человек, приезжая в город, мог бы не ехать по всей области, а пройтись по одной улице и посмотреть. Все за один день. Будет ли сделана улица музеев, покажет время. Она, несомненно, привлекла бы туристов. Пока же главными площадками фестиваля «Рязань. Новогодняя столица» названы площадь Ленина, улица Почтовая, Лыбецкий бульвар, Лесопарк, а также Рязанский Кремль. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».